Всегда я забыл включить запись, уже по старинке, как говорится, включая запись. То есть я выбираю нишу сайтов и приложений, потому что она для меня наиболее известна. И следующее. Так, как тут провести? Странно. Вот здесь плюс нажать. Так, ладно. Вот сайты и приложения. И это нужно удалить. Сейчас я разберусь с этой штукой. И сайты. Это заработок. На чем мы будем зарабатывать? Заработок на AdContext. AdSense. Ну, я буду зарабатывать. Вы не знаете, как. И как бы уже зарабатываю, но хочу развиваться в этом направлении, зарабатывать больше. Хотя развиваться в странных словах, скорее просто зарабатывать больше. Потому что не знаю, что значит слово развиваться в этом контексте особенно. Амазон. Кроме Амазона, что там еще есть? Давайте-ка я сейчас посмотрю. Там забывайте буржуйские сайты, партнерки. Так как я уже сказал, у Амазона довольно непростые правила, то есть резон зарабатывать и работать с другими партнерками. Если с Амазоном не все так гладко. Одно из самых правил, главных, которые мне в Амазоне не нравятся, это что нельзя просто зайти туда и лить по чесноку. То есть у тебя уже должен быть сайт, на сайте уже должен быть трафик, и сайт должен быть создан по всем правилам Амазона. И вот это не очень мне нравится. А, и второе, естественно, правило, это то, что если в течение полугода ты не сделал им, по-моему, 4-5 продаж, то они тебя заблочат и аккаунт твой тоже закроют в партнерке в течение 6 месяцев, если ты не сделал им 5 продаж. С учетом того, что иногда и довольно часто у меня там разработка сайта и наполнение сайта и все эти штуки, они дольше 6 месяцев, естественно, проходят, то это для меня такая проблема. Сейчас включу прокси, чтобы зайти на этот сайт, который меня редиректил как-то не туда. Такс, это их магазин. Забыл еще партнерку, вот у них Волмарт, да, Волмарт, вспомнил. Адсенс, это я пишу опять, что интересно мне, Амазон, Волмарт и iHerb. Вот этих 3 партнерки мне интересно. Вот еще есть, конечно, ebay. Давайте-ка еще плюс. Волмарт, ebay сюда тоже пишу. И iHerb. Как мы уже смотрели, есть интересные сайты партнерские, буржуйские, которые или чисто под технику идут, под компьютерную технику, которые тоже очень популярны за бугром, и я уверен, у них очень неплохие тоже должны быть условия для работы. Или же, допустим, там Home and Garden, да, товары для дома, какие-то мебель, тоже мебельные сайты. Если вы хотите мебельную какую-то тематику рекламировать, то, возможно, Амазон не лучший вариант, а можно рассмотреть еще другие сайты, то есть за бугром есть и другие неплохие сайты. Пока я пока не пишу сюда. Но суть основная вот такая. То есть я выбрал вот эту как бы основную тематику и с чем я работаю этот сайт и приложение, и с партнерками для заработка. Так, ладно, продолжаем все. Продолжаем, поговорили. Главное прокси потом не забыть выключить. Так, смотрим другие сайты. Смотрим другие сайты. Если есть какие-то вопросы, как я уже говорил, пишите в чатик, не стесняйтесь, если это тупые вопросы, тоже пишите. Я на них тоже отвечу, потому что на самом деле тупых вопросов не бывает. Поэтому спрашивайте. Так, эти сайты мы смотрели уже вчера. PickMySaver, Shaver. Вот я его не особо рассматривал, но мне он не особо интересен. Тут так тебе скучно, скажем так. Мне особо он не нравится. TrustFlow. Через что он интересен? А, через 7 раз веб анализирует, да? Посещалку и трафик, и какие-то вещи анализирует. Вот, создан 2013 года в сентябре. То есть, ну, по дизайну, по всему видно. Вот это тоже, смотрите, тот случай, что не бывает ничего постоянного. И нет ничего более постоянного, чем временное. Потому что вот в 2013 году, когда человек создавал вот этот сайт под Amazon, этот сайт был, и дизайн его, я уверен, был довольно современным, популярным. И все здесь было очень неплохо для того времени. Вот сейчас же этот сайт выглядит чуть-чуть стремновато. То есть, я не могу сказать, что он совсем стремный, унылый. Но при этом... Ну, так тебе. Вы, собственно, сами все видите, если вы шарите в этой теме. Так, следующий. Следующий сайт. Luxury Shaves. О, еще одна тема. Что-то на этой теме, смотрите. На теме Shaves. На теме Brits. Люди работают. Также хочу отметить, что если человек продляет домен и продляет хостинг с 2013 года у этого сайта, следовательно, сайт рабочий. Следовательно, сайт приносит ему деньги. Поэтому... Поэтому это не просто сайты, которые я показываю. Это реально рабочие сайты, которые приносят людям деньги. И несмотря на то, что вот тут вот такая вот дичь, как вы видите, да, непонятно, что бы поехало все. Он все равно его продляет. Я уверен, он все равно приносит деньги, даже вот с таким вот дизайном. Это для таких людей, которые перфекционисты, которые сидят и там десятилетиями делают один сайтик, и потом беда происходит. Так, интересно, это из-за прокси? Может быть, все же не грузится ничего? Сейчас посмотрю. Давай. Нет, прокси оказалось ни при чем. Это такой сайт. Ну окей, окей. Сайт так сайт. Тут, видите, сдохли все картинки. Был какой-то и есть блок вот всех этих топ-продуктов, где можно перейти в корзину и посмотреть на какой-нибудь товар. И, собственно, это и есть вот эта вот партнерка, взаимодействие с партнеркой. Вот эти вот кнопочки у сайта. Так, ладно, идем дальше. Это скучное что-то. Так, сейчас, секунду. Буквально секунду, еще одну штуку тут сделаю, а то и дисплей надо, чтобы не вырубался на втором компе. FX settings. Это он. Здесь объезд действия выключается иногда. Приходится его включать. Хотя ладно. Потом, потом сделаю. Так, следующий сайт. Это 100 days of real food. Мы уже его рассматривали. Да, те, кто не был на прошлых стримах. Смотрите запись видео на ютубе. Babygear lab. Тематика клевая, тематика интересная. Вот эти вот детские кресла. Это интересная тема. И в России также она интересна, потому что обязали уже кресло на законном уровне покупать для детей. вот, и за бугром тоже интересно. Давайте посмотрим, что тут есть. Есть некие reviews, bestsellers есть у них. А также, кроме кресел, они, да, они все продают. Всякие. В общем-то, соски для детей, корм для детей, дайперинг, или как это переводится? Пеленание. Дайперинг. Дайперинг, да. Best стройлерс. Стройлерс. Коляски прогулочные. Тоже для детей. Как, что-то тут дети какие-то большие для коляски, ну ладно. Так, смотрим. Картинка, заголовок. Небольшое описание. Related. И вот этот, конечно, блок красивенький. Да, видите, как красиво сделано. Editor's Choose. Соска. Кнопка. Цена на Амазоне. Написано, это Амазон. Это хорошо для правил Амазона. Какие-то небольшие данные этой вот коляски. Что-то у нее вот. Кубических дюймов. 12. 12 тысяч кубических дюймов. Так, это что? Фунты. Это фунты. Инчес дюйма. Инчес. 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 Вот. И преимущества этой коляски. И недостатки этой коляски. дорогая, сложная, 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 сложная толкать из-за небольших колес. Ага. Окей. Так. Так, 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 дальше. Дальше идет обзор. Еще коляски. Видите, тут красная кнопка, тут зеленая кнопка. Я опять-таки заостряю внимание на таких вещах, потому что эти мелочи иногда очень важны. И поэтому они, во-первых, разбавляют и увеличивают качество сайта. Да, то есть, чем больше таких фишечек, небольших мелочей, тем сайт как бы качественнее смотрится, тем больше вероятности того, что пользователь, который сидит на нем, поверит и будет доверять этому сайту и перейдет по партнерским ссылкам. Вот. Основная тема, да, получается, тут коляска, преимущества, недостатки и мини-обзор. Вот, тут два абзаца текста, получается, это мини-обзор этой коляски. При этом, как я понимаю, есть на этом же сайте расширенный обзор коляски. Видите, то есть, тут идут лучшие коляски. Они сразу на сайте два, убили, скажем так, два зайца сразу. То есть, бывают сайты, которые общие обзоры делают, да, такие мини-обзоры, вот типа таких. А бывают сайты, которые делают обзоры конкретных товаров, то есть, один товар, и вот они его прямо рассматривают. А здесь и то, и другое. То есть, есть и общий обзор лучших колясок, и есть отдельные конкретные коляски. Вот, скажу так, сайт мне нравится. Как все тут сделано, нравится. Сам дизайн нравится. Как сделаны вот партнерские ссылки, нравится. Вот я бы вот сюда, допустим, здесь бы где-то замутил, все же, ссылку с кнопкой аккуратно сделал бы на покупку этой коляски на Амазоне. А вот, ну опять-таки, это мое мнение, да, у автора сайта есть свое мнение, он тоже, как видите, не новичок в этом деле. Поэтому есть чему поучиться. Так, 3, 4, 5. 5 колясок у него, и обзор 5 колясок. Вот это тоже, compare, в общем, сравнение с похожими товарами, оно очень классно сделано. Вот мне все это нравится. Нравится, и видите, и рейтинг тут есть, и преимущества, недостатки вкратце есть. И по отдельным, классно. Вот эта вот штука вообще классно сделана, прямо мне очень нравится. Я думаю, пользователям тоже нравится. То есть, это не просто какой-то говно сайт, слепленный на коленке с парсинг-контентом. Человек заморачивался, вот если бы мне такой товар бы потребовался, я бы очень понравился бы мне этот сайт. Да, то есть, реально есть, что почитать, что посмотреть, что изучить. Our analytics and test results. У них есть еще какая-то их аналитика. Интересно, это они и сами ролики пишут. Baby Gear Lab, Baby Zen, ее. Интересно, интересно, интересно сейчас скажу. Baby Gear Lab, у них есть канал на ютубчике, на котором, видите, 700 сабскрайберов. На котором они делают реальный обзор этих колясок. Клево. Клево, клево, клево. Вот, прямо респект людям. То есть, видите, они делают все для того, чтобы их сайт был хорошим. И, собственно, хорошим в плане монетизации. Интересно, есть ли у них свой интернет-магазин отдельный. Или же они зарабатывают исключительно на партнерских вознаграждениях. Как я вижу, вот интернет-магазин у них своего нет, насколько я вижу. Они чисто сидят, и мы переходим на Amazon, видите. То есть, они вот, вот эта вот вся их недеятельность, да, вот видео они записывают, вот эти статьи делают. Вот эта каждая статья, это не один день работы, понимаете. То есть, это долго, вот такую, чтобы статью написать, да, с такими обзорами, это очень много времени занимает. Очень много времени. А в итоге у вас будет всего, в теории у вас появится всего одна страница в индексе Google, понимаете. Которая, очень вероятно, там не будет где-то в топах, не в топах. Вот, интересно, картинки не свои берут или нет. Сейчас, может, что-то найдет. Так, ну, это, наверное, русские уже понабирали. Ну, тут, да, много, много где эти картинки, поэтому непонятно, это из них началась эта картинка или не они, как первые, как первый источник. Ну, неважно. Неважно, вот основная суть, что классно все сделано. Так, и после обзоров колясок идет, что это идет, reviews, narrowing. Так, уменьшение. Так, 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 канван столар. Двитал. Сталар, что такое? Продяга, странствующий актер. Нет, тут в каком-то другом контексте. Ладно, неважно. Вот, основная суть, что сайт классный. Как я понимаю, тут не только обзоры, но еще есть другие вещи. Вот там детские рюкзаки. Да, это как бы тоже обзоры всяких штук. Так. Создан в 2010 году, то есть представлять этот сайт уже наполняется почти 10 лет. Это не быстро. Это совсем не быстро. И те, кто хочет здесь зарабатывать какие-то быстрые деньги, вам не сюда, вам там ставки на спорт, идите куда-то, куда еще хотите. Вот, но не сюда. То есть в этой теме нет быстрых денег. Тут нужно упорно трудиться. Так, ладно, посмотрели этот сайт. Сайт мне понравился. Я тоже его сохраню для себя, для каких-то своих целей. Так, вот, допустим, вот этот вот обзор. Давайте-ка я сохраню. Семь вот. И бутылки. Фармеры. Ревью. Не знаю, что это такое. Как это переводится. Ну, вот, понятно, подогреватель, бутылочки. А, чтобы тепленько дети пили. Не холодную воду, чтобы пили, а тепленько. Заботятся мамочке о детях. Вот. И тут тоже, видите, такой вот обзор. Тут вот даже есть прайс. В общем-то, прайс-график по ценам. Health Safety Rating. Это как оно, типа, подогревает. Насколько, типа, стабильно она, типа, подогревает. То есть, или и быстро, или есть скачки какие-то. Интересно. Но если они это тоже заморачивались, то есть, сидели с вот этой вот фигней с температурой и как бы фиксировали эти графики, то тоже отдельный, типа, респект этим людям, потому что видите, насколько скобулезно они делают сайт. То есть, это не просто говносайт, это вот реально партнерский сайт под Amazon и под другие, собственно, партнерки. Как нужно делать, как нужно работать. Вот, прямо берите и пользуйтесь. Еще эту страницу тоже сохраню. Так, все, следующее. Следующее, смотрим. Смотрим, что следующее. BabyCare. DogFood Advisor. Вот эту вот фигню не советую ставить. То есть, с одной стороны, она защищает от TOS-атаки и всяких штук. Это CTN, или как он называется, на сервер ее можно поставить, и она будет фильтровать трафик. А, басы с чего я выделяю? Привык выделять, типа, знаки. Вот и знаки выделяю. Еще эта капча, унылая, она... Легче мне прокси, наверное, выключить, если она включена. Так, она... Она выключена, прокси. Короче, чем быстрее ты капча разгадываешь, тем больше вероятности, что она тебе... Типа, заново картинка тебе даст какой-то... То есть, как бы, шарить в капче, это не самый правильный вариант. DogFood Advisor. Короче, обзоры для еды. Так, вот эти вылазящие окошки. Те, кто умеет рассылками заниматься, конечно, занимайтесь. Вот я не умею этим заниматься. У меня какой-то был опыт всех этих рассылок на MailChimp, на SendPulse. Пульсе еще где-то я пробовал, как бы, ну как пробовал, работал, да, какое-то время, но не особо меня это вштырило. Поэтому я не особо заморачиваюсь этим. А вот если вы умеете это готовить, окей, это хорошо. Это может и на трафик повлиять, и на все повлиять. For health chicken and rice. Такс. Это, как я понимаю, название еды. Тут buying tips, shop at online. Ритейлер. Куда он перекинет? На Chirisnet Bitly. На Chivicom. Это какой-то сайт, наверное, да, который продает хавчик для собак. Chivicom. Так, 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 протеин, вот. Некоторые, большинство людей-то не заморачиваются над своей едой, да, чтобы знать, сколько там калорий, протеинов, всего там остального. А тут прям витамин D, чтобы собачки был. Заморачиваются, короче, людям. Ну, как бы, пускай любят питомцев. Пускай себе любят. Комментариев, прошу обратить внимание, 150 штук коммента. Комменты сделаны на дискуссе. Есть плюсы и минусы дискусса, вот. Но стоит его тоже рассмотреть для системы комментариев, в принципе. Интересная вещь. Есть, там раньше были вопросы с индексацией этих комментариев. Вот, ну, по моим результатам и тестам очень неплохо индексируется и все работает. Поэтому, в принципе, могу советовать этот дискусс. Если кому-то, кто-то хочет какую-то систему комментариев стороннюю ставить, можно, можно ставить. Ну, плюсы и минусы, конечно, почитайте. Минусы тоже у нее есть. Хотя бы тот минус, что все ваши комментарии будут на сторонней площадке. И это как бы сразу, сразу минус такой большой. Так, тут нету, видите, нету каких-то ссылок. Типа buy. Я не вижу картинок. Есть статья, статья, статья. Статья, статья, статья. И идет вот buying tip. Идет как бы, короче, можно купить. И там это одна и та же ссылка. Получить скидку и фрешиппинг. То есть, он не стал заморачиваться, сделать кнопку какую-то. Он просто сделал текст. При переходе ты переходишь на партнерку. Ну, в данном случае партнерка не Amazon, а вот шевик какой-то. Вот. И еще видите, какой нюанс. Вы можете сайт делать, допустим, под Amazon. Ну, а по каким-то причинам, допустим, вот такой вот сайт для запачников. По каким-то причинам этот сайт может в Amazon, допустим, не примут его. Вот. И тут нет ничего, как видите, плохого. Потому что есть другие партнерки. И вот, допустим, человек. Возможно, у него на начальных этапах был сайт под Amazon. Но он просто поменял ссылки на другой интернет-магазин. И сейчас вот у него интернет-магазин вот этот вот шевиком. Шевиком, да, он рекламирует, получает проценты с этого магазина. Я к тому, что трафик превыше всего. Если у вас будет трафик, с партнеркой что-то придумаете. Да, конечно, не здорово, когда вы ориентируетесь под Amazon, а потом вы вдруг не очень, скажем так, понравитесь Amazon, и он вас не примет к себе в объятии. Но и трагедия делать не стоит. То есть, если у вас есть трафик, будет и все остальное. Вот, смотрите. 2400 комментов. Вот это вот. Интересно, вот по этому запросу вообще. Может, он на первом месте каком-то сидит по этому запросу. Докадвайзер, где-то он тут есть. Ага, вот, видите, откуда. Поиск идет на четвертом месте. Наверное, болтается в топ-5, короче, болтается по запросам. И тут вот, видите, количество комментариев, которые... Ну, почему нет консервированной пищи. Ну, обсуждают, в общем-то, обсуждают вот это вот. Еду для собак. Си-Ол. Интересно, если... Если Си-Ол поставить линк на Amazon, то, насколько изменится его доход. На Amazon, на какой-то раздел с собачьим кормом. Или же на его вот сайт, который он рекламирует. То есть, вместо Си-Ол, чтобы открывалось это, он бы поставил. Сами поняли. Но при этом, видите, тогда сайт потеряет навигацию и не будет возможности перехода сюда. Нужно все равно сделать. Будет какую-то навигацию, которая будет в Си-Ол на партнерский сайт, но при этом навигация, чтобы осталась. Вот. Ну, вот так экспериментировать нужно. Так именно делать не нужно. Экспериментировать нужно. Сайт лог-секьюр. Че это значит? Сайт лог-секьюр. Верифайт, верифайт сайт 404, отлично. Так, продолжаем. Продолжаем веселиться. Ах, что-то я зима. Аутдор Гирлап. Аутдор Гирлап. Не помню, несколько уже сайтов по этой тематике видел. Этот сайт не помним. Ну, суть такая. Вот это, видите, это, скорее всего, какой-то плагин для WordPress. Поэтому, если вы разрабатываете, вы смотрите плагины по запросу Reviews или там Score, что-то типа того. Смотрите, какие есть плагины. Возможно, уже есть какие-то готовые варианты. Невозможно, точно они есть. И, возможно, вот этот тоже плагин готовый. А еще возможно, что вот этот сайт и вот этот сайт, видите, видите, видите. Так, давайте-ка я что-то посмотрю. Посмотрю IP этих сайтов. Интересно, одинаковые или не одинаковые? Так, или тут один IP. Да, он разделяет сайты один сайт на один IP. И, собственно, правильно делают. Потому что, чтобы не могли посмотреть, какие таксы, или это я уже чекал, я что-то не понял. А вот, торгерлаб. А нужно второй сайт. Так, ну вот. Бэбикерлаб. Тут IP 1.41 в конце. Тут 1.0. Да, один сайт на один IP он делит. И не делит, видите, у него нет никаких на сервере других, скажем так, сожителей. Молодец, молодец. Мне кажется, это один и тот же человек. Как я уже сказал, очень вероятно, что это какой-то тоже плагин для WordPress. И любой человек может его использовать. Но, по сути, вот дизайн сайта, сам шаблон, видите, тоже один и тот же. Вот, и клево. Клево. Тоже клево, короче, вот у этих людей вот можно поучиться хорошо зарабатывать. Поверьте мне, они зарабатывают хорошо. Да, они очень много вложили сюда времени, вложили денег. С 2010 года они почти 10 лет наполняют эти сайты. Это все делается долго. Но при этом это перспективная тема, которая будет вас кормить, тоже кормить долго. Но работать здесь нужно, как я уже сказал. Не получится халявить, как в офис какой-то, в которых многие работают. Типа пришел в офис. Так, я думаю, тут смотреть не надо смысла. Я думаю, это примерно аналог вот этого сайта. Вот, я думаю, они похожи. Товары у них разные, естественно. Но суть, суть такая, что вот есть бест какие-то, шорты или как это называется, для женщин. Да, есть обзор, топ 11 продуктов, обзоры такие. Классно, вот это вот все мне, вот эти штуки нравятся. Вот эти нравятся. Сравнение, это очень круто. Очень круто, прям красавчики. Парни, тоже очень рад, что нашел вот эту вот сетку сайтов такую. Есть чему поучиться. Так, этот сайт я уже смотрел. TheSweetHome. Так, ну это то же самое, редирект просто набирает каттер почему-то. Вспомню, может быть, сейчас партнерку, которая занимается как раз home всякими штуками. Вот, смотрите, вот две, допустим, еще партнерки каких-то. Одна партнерка. Prefile.com. Парнерский магазин. Вторая. Williams Sonoma какой-то. Тоже партнерский магазин. Понимаете, то есть человек не только, скажем так, амазоном богатый, не только на Амазоне стоит останавливаться. Если вы начинаете, особенно в этой сфере, смотрите, смотрите, какие есть еще другие партнерки. Так, не, давайте, я еще посмотрю, что тут есть. Мне интересно мебель. Ферничер какой-нибудь. Мебельный магазин какой. Партнерка. Амазон. Амазон Волмарт. Амазон Волмарт. В Волмарте я сейчас посмотрю, как в Волмарте мебель есть. Как я уже сказал, мне интересен не только Амазон, но и Волмарт, например. И тут есть тоже, видите, всякие... Всякие штуки, допустим, хочу какой-нибудь диван. Диван. Что-то с диванами. Четыре страницы, не супер круто, но при этом тоже есть выбор. И опять-таки, как я уже сказал, американцы и буржуи, так называем, они доверяют подобным сайтам. Сайту и магазину Волмарт они, естественно, доверяют. А также они при переходе на Волмарт, если не купят какой-то ваш товар, то есть очень высокая вероятность, что не купят что-то еще. Потому что на Волмарте тонна всего. Блин, там еще был интересный магазин, интересная партнерка по мебели. Но я что-то ее не записал себе никуда. Сейчас, может, китчен какой-нибудь. Small Appliances, или как оно переводится? кофе-бэкинг. Вот так. Опять бот завелся. Бот завелся. Забанить бота. Окей. Так, бот забанен. Это так, что-то, да, на-то мы смотрели. Так, что? Какое еще? Watch. Watch. Еще пару вот таких посмотрю. Best Buy. Best Buy. Надо сохранить. Потому что это крутой магазин. Best Buy, как я, по-моему, рассказывал уже. Это в основном техника. Вот про него я тоже. Давайте-ка я вот сюда сохраню. Walmart, eBay. Best Buy. Так, чего я нажал? Что-то не то я нажал. Так. По-моему, кстати, с русским IP он вообще не работает. То есть, смотрите, я вырубаю. А, нет, работает. Слушайте, раньше, по-моему, не работал. Раньше он просто тоже банил, да и все. Так, холодильники всякие. Тут электроника, да, и холодильники какие-то есть. Такие еще товары на Best Buy. Так, вот, в принципе, я и хотел, на самом деле, Best Buy найти. Второй еще там магазин. Ладно, потом, я думаю, я еще наткнулся на эту партнерку. Это мы делали анализ этого сайта Best Reviews. Top Reviews. Tom's Hardware. Это исключительно мне тематика тоже интересна. Всякое железо, всякие штуки, материнки. Давайте посмотрим, как они зарабатывают. Product Reviews. Видите? Много у них товаров. Много у них товаров, много у них товаров. Так, вот, и этот. Создан сайт в 1907 году. Да, 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 парни. Не первый год и не первые десятилетия они типа существуют. Прикиньте, 1907 год у него давно работает. И посмотрим, как же он монетизируется. Во-первых, давайте-ка я... А, вот, я еще там хотел тоже блоки снять. В этих сайтах. Вот этот давайте, детский. Тут есть реклама какая-то? А, тут рекламы нет. То есть тут чисто Amazon, тут нет контекстной рекламы на сайте, как видите. А, вот, тут посмотрим сейчас, что тут есть. Это обзор на материнку, вот, X, на чипсете X570. Обзор, материнка, вердикт, кнопочка «Купить» перейдет на Beostar USA. Хм, не похоже на этот, на партнерскую ссылку, честно вам скажу. Это не партнерская ссылка, это прямая ссылка, без каких-либо рефральных штук. Так, это описание материнки, картинки, описание, картинка большая, сбоку-сверху, порты, ролик, скорее всего, да, Tom Hardware. Tom Hardware, это их ролик. Сейчас посмотрим. Нет, не посмотрим мы, потому что это не YouTubeчик. Это видео, которое идет с их сервера. Я думал, что это YouTubeчик, хотел посмотреть комменты и всякие штуки. А нет, видите, тоже есть. Выбор качества видео. Но единственное, чего я тут пока не увидел, это рекламных, рефральных ссылок. Окей. Что очень странно. Ладно. Предположим, там не было рекламных ссылок. Ревью Касперского. Вот. Беда, беда, беда. Так, тут преимущество недостатки. Lenovo.com. Там тоже нет рефральной ссылки. Смотрите. На чем они зарабатывают. Вот, то есть, это... Она как бы редиректит куда-то. То есть, видите, Lenovo 7E.R.net. Она отредиректила куда-то на длинного напрямую. Короче, она куда-то редиректит. Вопрос в том, что это опять не похоже на мобильный редирект. Несмотря на то, что тут есть... Вот, видите. Есть sub1. TomHardware. TomSHardware. И, собственно, линк. Откуда оно средиректила? Вот не похоже на sub1. Не похоже на партнерский. Что довольно странно. Так, а дальше. Обзор, обзор. Хороший обзор. Как он греется, не греется. И опять сайт этот. То есть, нет тут партнерских ссылок. Неинтересно. Давайте-ка я еще куда-нибудь ткну. Так, во-первых, Cyberpunk. Предположим, вот эту вот игру. На ней сейчас никак не монетизироваться. Эта статья. Есть ли тут какой-нибудь контекст? Вот, у них есть монетизация. Кстати, видите, да, я чуть-чуть пропустил. Вот это, you may like. Это что-то типа буржуйской тизерки. Та была. Довольно популярная сетка. Она, в принципе, белая и пушистая. Но не настолько белая и пушистая, как какой-нибудь AdSense. Поэтому те, кому нужна как бы буржуйская тизерка для сайта, для монетизации, и для тех, у кого там с AdSense проблема, можете вот эту штуку рассмотреть. Вот, на детские шапки, шлемы из Европы. Шапки с шлемом из Европы. Это сейчас мы посмотрим. Beba Kids. Вот тоже к вопросу, откуда лить трафик. Вот, откуда лить трафик. Видите, табл. Вы слышали про такую штуку? Вот, мягко сказать, непопулярная сетка. При этом тут трафик, я уверен, есть русский трафик. Вот, и можно рекламить. Так, это что такое? Не рекламе. Нет, Plarium, Викинги. Ну да, Викинги, Plarium. Вот, видите, тут как бы все как надо. Эти все паблишеры идеи, партнерские, все есть. Тут UTM-та была, CPC, UTM-компейн, шапка, шлем. Лам. Че я спать-то так хочу? Ну хотя, да, вчера гулял. Гулял вчера. Доктор Лиза Су. Лиза Су. СЕОМД. Ее сейчас боготворят все МДшники, эту женщину, потому что она выпустила клевые процессоры на старом чипсете. Клевые процессоры, которые прям хорошо стоят адекватных денег и очень быстро и клево работают, и энергоэффективно. Для тех, кто интересуется всякими процессорами, и те, кто фанат интелов, советую сейчас рассмотреть все же. А МД, они за эти годы очень хорошо продвинулись в этом направлении. Вот и, возможно, ваш процессор топовый, интеловский, он все же не особо крут. Так. Так, 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 так. Следующие. Быстрый пилос. Так, я думаю, я все сайты отсюда рассмотрю. Сейчас я посмотрю. Вот это вот я скопирую. Посмотрю, вообще много тут еще сайтов. А, дальше в комменты иду. Все, то есть это конец. Это последний сайт, да, больше ничего нет. Вот в комментах, наверное, тоже что-то интересное. Может быть, но... Но нет, 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 нет. Осталось два сайта, поэтому рассмотрим их. А дальше, дальше подумаю. Чтобы придумать, так, Fashion, Electronics, Electronics, Best Reviews. Как я понимаю, это сайт с обзорами, на первый взгляд, обзоры на все. Это и товары для дома, это электроника, и одежда, и там для детишек, для всего там. Поэтому посмотрим, давайте электронику. Окей. Допустим, АКГ, Headphones. Почему именно АКГ, а почему они какие-то странно тоже. Хотя не странно. Смотрите, есть в этом резонт электроника, но при этом есть, типа, лаптоп, компьютер, допустим. А есть, допустим, отдельного вендора. То есть у него не просто раздел Headphones, как у всех, как у 90, там, 9% сайтов, сайтов, а раздел АКГ, Headphones. Окей. И это в плане оптимизации, это прямо интересно. Асус лаптопс. Понимаете? Тут, конечно, категории. Вот в чем отчасти фишка. Видите, какая фишка? Сколько у него категорий? Почему их столько? Потому что каждая категория, это не просто категории, а вот именно такие, смежные категории. То есть у него есть и Асус Фонс, да, телефоны Асусовские, и телефону там, я уверен, какой-нибудь Xiaomi, и телефоны Samsung и всего остального. То есть он и по вендорам у него категории, и по всему. Правда, с таким количеством категории можно, конечно, запутаться. Это интересно, в WordPress или нет. Ну, может быть, у него перенесена папочка WordPress. Может, это WordPress, может быть, собственно, и не WordPress. Так, ну давайте посмотрим. Микросдемо Мэморикардс. Ага, вот она. Зритинг, обзор. Конечно, человек понравился на Амазон. Вот. Еще я, да, не упоминал, что в правилах Амазона есть такой нюанс о том, что... Я не скажу точно, но там примерно такая формулировка, что на сайте должна быть актуальная цена товара на Амазоне. То есть, грубо говоря, если вы создаете сайт, и вы указали там какую-то цену, то, естественно, эта цена на Амазоне, она может изменяться и в большую и в меньшую сторону. И если вы оставите в теории старую цену, то Амазону и правилам Амазона это может не понравиться. На деле, я думаю, проблем с этим не будет в реальности, но при этом все равно аккуратнее. То есть, такое правило есть, и если оно есть, нужно подумать об этом. Так, чек-прайс. Естественно, мы пойдем на Амазон. При этом попали тоже через редирект bestreviews.com. Редирект был на bestreviews.fs. То есть, возможно, там трекер какой-то у него стоит, который уже распределяет, собственно, куда нужно. Вот. И получается, да, блок с обзором таких штук. Buy and Guide, как купить memory-карту. Prices. Это тоже, видите, необычный текст. То есть, текст он разбавляет ссылками. И внутри сайта получается. Это такая внутренняя оптимизация. Вот перелинковка. И всякие ссылочки на... Ну да, наверное, это внутри сайта, а не перелинковка. Или на сторонний, да, на Амазон тот же. Плюс изображения есть, подписи под изображениями. Есть вот фак. Хорошо, хорошо. Вот команда, которая работает над сайтом. Вот эти вот люди. Четыре-пять человек. Пять человек. Они, собственно, пишут сюда статьи и делают обзоры. Обзоры на всякие штуки. Это их работа. Это к тому, что вот этот сайт, это бизнес такой. Небольшой или даже средний бизнес для людей. Понимаете? То есть, это компания. Да, это скорее всего. Да, не скорее всего. Это точно. Какая-то компания, в которой работают люди. Каждый день они постят. Они платят налоги. У них есть офис. И все остальное. Так, так, так. Все, я думаю, тут тоже понятно, о чем сайт. Тоже сохраню себе его. Неплохо, неплохо. Интересно. Есть над чем подумать. Есть над чем подумать. Так. Топ-тен ревьюс. Тоже сайт с обзорами. Честно, как-то они... Может быть шаблоны вот этого, допустим, сайта и этого. Нет, это не тот. Нет, это тоже не тот. Вот этот, наверное. Похоже на сайт. Ну, в принципе, наверное, это разные шаблоны. Но в целом, в целом, похожа и структура, и все. Тут заблочено почему-то 24 скрипта. А сейчас посмотрим, почему это заблочено. Тоже вопрос к дополнительной монетизации. То есть, кроме Амазона, вот как я уже сказал, можно какую-нибудь табулу поставить. А то тут разрешили AdMob, точнее AdSense. Этот сайт монетизируется через AdSense. Вот. И он как бы принял AdSense, этот сайт, к себе. И вот у них такой вот есть блок. Блок сверху. Сейчас еще где-то есть блоки. Интересно у него. Блоки AdSense. Так, нет, больше блоков не вижу. Окей. Окей. Так, смотрим, что тут есть. Давайте сейчас Хоменд Гарден. Хоменд Гарден. Категорию у них. Типа, Канди. Давайте. Хочу себе кондиционер купить. Например. Лучшие кондиционеры. 2019. Такие необычные кондиционеры, которые ставятся на пол. Тоже мини-обзор получается на каждый кондиционер. Картинка. Плюсы-минусы. Гарантия не очень хорошая. Вот. Ну и, собственно, да. Amazon. Amazon. Чем отличаются эти ссылочки? ES и TDE. Самый верхний – это ES. Самый типо дешевый. Сил прайсис. Сил прайсис. Ничего не произошло. Ладно. Недоработка. Вот, короче-то, обычный редирект. Ничего особенного. Кондиционер. Описание. Плюсы-минусы. Ссылка. Есть. Типа их, якобы, тесно. Кондиционеров этих. И снизу идет Tablofit. Вот еще для тех, кто хочет монетизироваться. Давайте к себе тоже добавлю приложение. И Tablo. Так. В эту странную штуку вылазит. Tablo как контекст. И Amazon как партнерка. Вот. Чтобы понятнее было, да? Как использовать. И, естественно, AdSense. Как бы чуть больше его добавлять, чуть меньше сравнивать. Один месяц можно вообще вырубить AdSense. И оставить только Amazon ссылки где-нибудь или Walmart. На следующий месяц AdSense чуть больше, отсылок чуть меньше. И смотреть, где больше у вас профита. Но для этого нужен трафик. Для всех этих экспериментов. Вот. Неплохо бы, конечно, от 500 уников в сутки. От ставников в сутки можно что-то пробовать делать, экспериментировать. От ставников в сутки – это у обычной тематики. Есть вообще очень узкие тематики, где очень мало трафика, где очень большие клики. Тогда и меньше ставников в сутки можно, конечно, с ними работать. Видите, что изменилось за это время? Вот что изменилось. Сверху баннер и по бокам баннеры. И тут баннер. По бокам баннеры также едут. Тут баннер просто стоит. Так, дальше мы... Тут еще один обычный баннер в сайтбаре. И еще один баннер. То есть в сайтбаре у него три баннера. По бокам два баннера. И сверху один баннер. Разных форматов. Все разных форматов. Так, и еще тут в самом конце баннер. Четыре у него в сайтбаре баннера. Насколько я насчитал? Нет, даже больше. Вот. Тут где-то баннеров штук восемь, слушайте. В сайтбаре. Так, в футере баннеров нет. Вот этот баннер какой-то. Но он тоже в сайтбаре, наверное, считается. Давайте я вам, для тех, кто не был на вчерашнем стриме, открою другой сайтик. И вы посмотрите аналогию, да? Вот сами посмотрите, я не буду это комментировать. Вот. Сайт Тичьерадар. Смотрите сами на баннеры. Вы понимаете, что это два разных сайта. Я думаю, как бы все сделали вывод, кто хотел. Кто там понял, кто смотрит. Выводы какие-то сделали. Все. Я думаю, в плане анализа сайтов на Амазона я так чуть-чуть закончил. Вот. Может быть, какие-то следующие стримы еще по этой тематике будут, потому что оно это минимум интересно и минимум полезно. Вот. И сайты еще есть. Естественно, сайты их можно самим поискать. То есть, те сайты, которые я анализировал, это открытые сайты в паблике. А можно самим посмотреть сетки поискать сайтов через IP-шники, которые друг с другом связаны, через AdSense-овские какие-то альдишники. Ну, короче, есть много вариантов разных понять, какой сайт с каким связан, и посмотреть сайты на сервере и так далее. Вот. Но в целом, в целом, пока для меня вот сайтов AdSense-а достаточно для общего понимания, что как. Вот. Может быть, как я уже сказал, да, дальше, дальше еще какие-то сайты посмотрю. Вот. А в следующий раз, на следующем стриме нужно придумать, что делать. На следующем стриме, в какой тематике работать, я сейчас нужно самому поработать над блоками AdSense-а мне будет, на своих сайтах поменять блоки AdSense-а. Вот эти вот мои стримы, они тоже подтолкнули меня к размышлениям, подтолкнули меня к размышлениям о том, что на некоторых сайтах у меня блоки не очень хорошо размещены. На некоторых сайтах я пробовал авторазмещение AdSense-а. Вот. И у меня лично авторазмещение AdSense-а не сработало нигде. Всегда работали, как оказалось, вручную. То, что я экспериментировал, то, что размещал. Поэтому те, кто вот тоже заморачивается с авторазмещением AdSense-а, тоже аккуратнее с этим будьте. Не думайте, что он прямо принесет какие-то супер вам Золотые горы, вот у меня была тоже мысль такая, что якобы там будет робот размещать лучшие рекламные блоки на сайте в тех количествах, которые нужны. То есть, ну все вроде как звучит очень круто. Знаете, на деле нет, на деле этого не получилось. Я думал, времени не хватает боту, чтобы там трафику не хватает. Вот сейчас уже прошло несколько месяцев с момента размещения этих блоков. То есть, вполне было достаточно и трафика, и времени, и всего остального. И нет. Авторазмещение в AdSense у меня не очень работало. Возможно, на каких-то темах оно работает. Я не буду говорить за кого-то. Но в моем случае не сработало. Поэтому сейчас опять я вручную буду свои блоки на своих сайтах и на своих приложениях править и кое-чего делать. На некоторых приложениях мне нужно сделать и поправить блоки, скажем так, не по своей воле, потому что AdMob у них опять какие-то новые правила. И они некоторым приложениям дали месяц на то, чтобы исправить какие-то якобы с моей стороны ошибки, которые собственно, из-за которых некорректно, как они пишут, размещена реклама, хотя там все хорошо, но опять их правила, они очень такие скользкие. Поэтому мне придется сейчас чуть выкручиваться в моих приложениях и в сайтах. И какое-то время я поработаю над этим. Поэтому, возможно, сейчас последние несколько дней я вел стримы каждый день. Возможно, сейчас небольшой перерыв возьму. И не будет стримов. Но я не думаю, что это будет долго. А может быть и нет, может быть я как бы буду успевать и то и другое делать. Все, давайте я пока минуту еще дам людям, если у кого-то есть какие-то вопросы, да, вопросы по стриму, вопросы по заработку, общие какие-то вопросы. Вот, и через минуту, если никаких вопросов не будет, тогда я завершаю стрим и занимаюсь какими-то своими делами. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Амазон – это про что? Вот, сложно, сложно отвечать на такие вопросы. Вот, но видите, тут есть люди, которые не в теме, не в теме этого заработка. Если вкратце, Амазон – это магазин, крупнейший магазин, на котором закупается очень много американцев, вот языки, да, Испания, Америка, Германия, Португалия, вот, и они там закупаются очень давно, потому что это один из старейших магазинов. И, собственно, на этом, у этого магазина есть также старейшая партнерская программа. То есть, грубо говоря, вот это Амазон – это такой агрегатор, который совмещает в себе, предположим, русский какой-нибудь Юльмар, русский плеер Ру Сити Линк, плюс какие-то Хомми, какой-нибудь магазин, Икея какая-нибудь, и еще остальные магазины других тематик. То есть, в принципе, тут есть товары любой, наверное, тематики. И за каждый товар, проданный через твои ссылки, тебе начислят вознаграждение. То есть, предположим, вот я тут сейчас смотрю часы какие-нибудь, да, вот, и мы смотрим тут тонны этих часов, просто их, ну, бесконечно. Вот тут сейчас 8 страниц показано, но на самом деле там не 8. Давайте, типа, посмотрю, сколько на самом деле тут часов. Так, Мансово часа. Тут их просто больше вот 10 тысяч разных часов. И по факту ты любые часы отсюда можешь продавать сам, как якобы свой товар. Но покупать будет человек на Амазоне. В основном, как я уже сказал, покупает англоязычная аудитория. Вот. И если человек по твоей ссылке купил товар, то тебе придет вознаграждение с Амазона. Вознаграждение тут очень разное на каждой категории. Оно разное. То есть, одно дело, если ты продаешь какой-нибудь чехол для телефона, там одно вознаграждение. Другое дело, когда ты тут продаешь, тут есть очень дорогие товары. Насколько я знаю, автомобиля нету, но есть очень дорогие, скажем так, товары. И если ты какой-нибудь здоровый, дорогой товар продаешь, тут другая у тебя будет, другое вознаграждение. Но суть такая. Суть в том, что ты продаешь товары через свой сайт, через группу ВКонтакте, Инстаграмчик, через у тебя еще какой-то прокачанный профиль есть. Или ты, не знаю, друзьям просто там рассылаешь спам в личке и говоришь, смотри, какие часы, купи, 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 например. Да, если у тебя друзья англоязычной аудитории. Есть очень много вариантов, как это продавать. Но суть такая, что ты выбираешь товар и, собственно, продаешь его и получаешь вознаграждение. И вот то, что я рассказываю, это как люди продают эти товары через свои партнерские магазины, через партнерские сайты, приложения и так далее. И я сам этим занимаюсь. Правда, занимаюсь с другими партнерками. В основном это у меня больше все же русский трафик, и поэтому я работаю с русским трафиком, и у меня больше магазин и монетизация через Алиэкспресс. Да, Алиэкспресс это как, типа, не до русского Амазона я бы назвал, потому что Амазон в плане качества, он тут есть и крутые товары, и качественные, и не очень. То есть Алиэкспресс, у него качество страдает по сравнению с Амазоном. Там нет на Алиэкспрессе каких-то клёвых брендовых товаров, нету. То есть там такое, все дешевое в целом. А на Амазоне есть все. Работает только с иностранцами. Смотри, сама партнерка, и ты можешь работать, как бы неважно, какой у тебя паспорт, ты можешь с ней работать. То есть ты можешь зарегистрироваться, и тут основное правило, чтобы у тебя был сайт, сайт с англоязычной аудиторией, на котором уже есть от 100 пользователей в сутки. Или же там приложение, допустим, у тебя должно быть, но с приложением там чуть сложнее, или иногда, наоборот, чуть проще. То есть там вообще посещаемость приложения – это отдельная штука. Но по факту ты можешь зарегистрироваться, и также отсюда ты можешь выводить деньги. С выводом тут тоже есть свои нюансы. Тут можно выводить ваучерами местными, которые потом обменивать, или можно через людей выводить, или себе на карты выводить и платить 13% налога, как физлицо, или себе на ИП выводить и платить 6%. Тут уж каждый решает сам, вариантов много. Я говорю лишь о том, что тут можно зарабатывать, а как выводить, и если будут деньги, ты поймешь, как выводить. Амазон доставляет везде, но в России у него дорогая платная доставка. Поэтому в России обычно из Амазона заказывают только какие-то уникальные товары, которых нет в России. Собственно, допустим, тот же Amazon Kindle, читалка, я который заказывал, в свое время ее можно было только доставить из Амазона. То есть ее не было просто в России. Потом все же какие-то селлеры начали в Россию возить, продавать, естественно, со своей наценкой. Но сначала ее не было. Поэтому приходилось заказывать из Амазона. Доставка из Амазона в Россию, она не дешевая. То есть там баксов, наверное, 25-30 будет стоить эта доставка. И, собственно, когда товар не очень дорогой, в этом нет никакого смысла. Если же товар какой-то средненький, очень часто на том же Алиэкспрессе или в каком-нибудь сетевом магазине местном этот товар будет в итоге с доставкой стоить столько же, в плане доставки у них внутри страны, то, насколько я понимаю, это или очень дешевая доставка, или бесплатная доставка. То есть доставка, я имею в виду, по штатам. Поэтому, собственно, они там и заказывают все это дело. Но при этом, естественно, трафик, он любой будет монетизироваться. То есть вопрос в том, да сколько хорошо. То есть даже если у тебя есть русский трафик, и ты будешь гнать его на Амазон, будут люди, которые не заморачиваются с тем, что там доставка будет стоить 20-30 баксов, им как бы окей, она стоит и стоит. Да, и к слову, тут нет русского языка в переводе сайта. То есть, ну опять, русский трафик сюда, как я уже сказал, в теории можно, на практике нет никакого смысла гнать, потому что большинство людей, они английский не знают. Они даже, там даже если им будет невлом заплатить лишние 20 баксов, они не будут здесь ничего заказывать, потому что для заказа придется им там зайти в корзину, а карта для них это сложное слово, и как бы они не смогут тут что-то заказать. Вот. И оплата, опять-таки, очень буржуи, очень любят оплачивать Paypal. Да, и тут по умолчанию, по-моему, открывается Paypal, оплата Paypal. Вот. А для русского человека Paypal это довольно такая система непонятная. Вот. Вот он там с кредитками еле разобрался. Вот. Поэтому все это сложно, и русский трафик сюда не нужен. То есть сюда лучше гнать или англоязычный трафик. Опять-таки, англоязычный трафик это или Штаты, или какая-то Англия. То есть страны такие, нормальные. То есть если вы сюда будете гнать какие-нибудь Филиппины, у которых английский язык очень неплохой, или там индусов англоязычные, то тоже выхлопа, естественно, тут не будет, потому что, ну, вы поняли, да, и доставка туда тоже будет дорогая и все остальное. Вот. Ну, вкратце, вкратце так. На практике, смотри, вот я объяснял, что имеет смысл заниматься, потому что плюсов намного больше, чем минусов. Но порог вхождения большой. То есть, как я уже говорил, это не просто вот так вот ты нажал и как-то типа заработал. Это не быстрый заработок. Люди тут занимаются десятилетиями, развивают эти сайты. А некоторые, вот я показывал примеры сайтов, они вот даже не десятилетиями, а столетиями. Да, не столетиями, получается, 20 лет он там с 90 какого-то года у него сайт, в 98 году он зарегистрировал сайт. То есть, люди занимаются, люди работают. Вот, допустим, вот этот сайт, да, снизу у них есть типа ихняя команда, да, about, может, или контакт, сейчас посмотрю. Вот, и там были люди, которые наполняют, вот, люди, которые занимаются наполнением сайта, их команда. Да, есть, получается, разработчики, но в основном это писатели. И вот, смотри, сколько людей пишут на этот сайт отзывы, да, для того, чтобы, ну, сайты это отзывы, естественно, ссылки на Amazon в товарах, как я сегодня уже показывал на стриме. Вот, если ты не успел, не попал, можешь там пересмотреть, пересмотришь на YouTube, я выкладываю эти стримы, поэтому запись, запись всегда будет. Вот, то есть это не просто, это не быстрый заработок, это не как ты поставил там, не знаю, на ставки на спорт и там, не знаю, и слил потом, естественно, все это дело. Вот, но при этом в плане инвестиций, в плане для того, чтобы постепенно, если ты готов потихоньку развиваться, то есть если ты готов радоваться какими-то там двум баксам в месяц, да, в первые месяца, когда ты будешь работать, и ты понимаешь, что эти два бакса в месяц, это круто на самом деле, потому что есть их куда развивать, куда трансформироваться, вот, если ты готов к такому заработку, то есть смысл. Да, есть тут паров вхождения, как я уже сказал, ну, довольно высокий. Во-первых, это англоязычный контент, если у тебя с английским совсем плохо, то придется привыкать. Тут не нужно знать прямо английский, но при этом придется привыкать, ну, к контенту, к анализу вот английского контента, да, тебе придется найти копирайтеров, которые будут на английском языке тебе писать в текст, или ты сам будешь писать, если ты знаешь английский, или ты как-то будешь откуда-то из других источников брать контент. То добыча контента для подобных сайтов это отдельная тема, да, вот я какие-то сайты показал, примерно тут те, которые сайты я показывал, там контент уникальный, то есть писали, его ниоткуда не копировал никто, его пишут реальные люди, пишут вот эти вот все символы, вот тетя вот этого написала, вот этот контент, да, она сидела и, естественно, все там писала. Поэтому паров вхождения, как я уже сказал, высокие, но, как я уже разбирал в прошлых стримах, да на чем сейчас можно зарабатывать, вот в прошлом стриме вот такой вот, получается, разбирал вот такие категории, да, и рассказывал про каждую категорию, я рассказывал какие есть преимущества, какие-то недостатки, опять со своей стороны, да, мое мнение, максимально субъективное, то есть просто мое мнение, да, можете прислушиваться, можете не прислушиваться. Вот, и вот я сделал в итоге вывод, свой вывод, на чем я буду зарабатывать и на чем я хочу сосредоточиться и зарабатывать, это вот эти вот сферы, сайты, приложения и, собственно, заработок на данных партнерских программах. Это контекст, это AdSense и вот эти вот партнерки. Вот. Ну вот видишь, давай прочитай коммент, о боже, на банках из-под пива больше добывают и платить за контент еще. Верно, ты сначала вкладываешь деньги и ты, естественно, уходишь в минус сначала, да, опять-таки, если у тебя там, ну, нету, скорее всего, у тебя каких-то источников, уникальных источников трафика и каких-то уникальных источников контента, да, чтобы добывать. Вот. Но при этом я, честно скажу, я такой человек, который очень радуется, когда ему сыпется с какой-то новой партнерки, с какого-то нового сайта, там, в месяц, допустим, 5-10 баксов. Да вот я этому реально радуюсь, потому что я понимаю, что это круто. Во-первых, я понимаю, что это круто, потому что эти 5-10 баксов в следующем месяце они будут больше, потому что я работаю над сайтами или над приложением. То есть в следующем месяце это будет 30-40 баксов, да, в следующем месяце это будет 50-80 баксов. И потихоньку я к этому готов, то есть я не адаптирован к тому, чтобы быстро срубить бабло. Да, если вот тебе нужно быстро срубить бабло, да, ты как бы можешь, как ты написал, банки с-под пива собирать и типа срубил ты бабло быстро. Окей, ты сам выбираешь. Вот, я же выбираю этот способ заработка. Я им живу последние, зарабатываю последние 10 лет и больше на этих партнерских программах. Поэтому каждый решает сам, каждый решает сам, как ему, работать или не работать. Так, все, друзья, у меня начали сверлить, вопросов больше не вижу. Вот, смотри, ютубчик у меня снизу под каналом, у меня и на ютубе, и на твиче сейчас трансляция. Вот, если ты смотришь на твиче, да, как я вижу, комент на твиче у тебя. Вот, у меня там ссылка на ютуб канал снизу. Поэтому зайдешь, посмотришь мои стримы, если интересно. Все, у меня начали сверлить. Благодарю всех, кто смотрел. Благодарю за фолловинг. Благодарю за вопросы. Всем пока.